Доброе утро! Вы смотрите телеканал Культура. Меня зовут Ладарья Стархова. В этом году главному Национальному музею истории, науки и техники, знаменитому политехническому, исполняется 140 лет. Сегодня политех переживает второе рождение. Его здание ожидает масштабная реконструкция. Но, несмотря на это, в планах музея десятки интересных мероприятий. Еще раз доброе утро! С вами я, Лада Аристархова. Вы смотрите программу «Наблюдатель». Итак, политеху 140 лет. Слухов о судьбе знаменитого музея масса. То говорят, что внутри исторического здания, построенного архитектором Манегетти, возведут мини-город. То мы узнаем, что музей накроют гигантским куполом. Что же на самом деле ждет одной из лучших, естественно, научных площадок страны? Узнаем из первых рук. В гостях программы «Наблюдатель» директор Политехнического музея Борис Салтыков. Борис Георгиевич, доброе утро! А также советник генерального директора Политехнического музея, член Международной ассоциации искусствоведов Наталья Сергеевская. Наталья, приветствую вас! А сейчас немного дополнительной информации о наших гостях. Борис Георгиевич Салтыков, генеральный директор Политехнического музея, кандидат экономических наук, профессор, преподаватель Высшей школы экономики, экс-министр науки и технической политики России. Возглавлял комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Был полномочным представителем правительства России, Международной организацией, Объединенный институт ядерных исследований. Занимал должность председателя Государственного экспертного совета при президенте по особо ценным объектам культурного наследия народов России. Наталья Игоревна Сергеевская, советник генерального директора Политехнического музея по выставочной деятельности, член Международной ассоциации искусствоведов. Окончила МГУ имени Ломоносова по специальности «История искусств». Работала в отделе научной информации Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Куратор дискуссионной программы фестиваля актуального научного кино «360 градусов» руководил проектом международного конкурса на разработку архитектурной концепции реконструкции здания Политехнического музея. Напоминаю, телефон нашей редакции 780-56-55, код Москвы 495. Адрес электронной почты наблюдательсобакатевидофискалча.ру Я для начала поздравляю вас с юбилеем и сразу же задаю вопрос, который наверняка многих волнует. До какого срока еще можно приходить в старое здание, чтобы успеть? Ну, приблизительно мы знаем. Первый квартал 2013 года, конец первого квартала, это срок, когда мы должны освободить здание для строителей, передать им пустое здание для реставрации. То есть мы будем работать весь этот год, 2012, и я думаю, что каникулы зимние и детские следующего года еще будем работать. Отлично. Значит, есть еще возможность посетить Политех, так сказать, старого образца. Теперь, какие интересные мероприятия вы выделили бы в числе, в череде тех планов, которые запланированы как раз к празднованию? На самом деле у нас же очень много планов, они не касаются исключительно 140-летия. У нас так все сложилось, что и 140-летие, и закрытие музея, они как-то идут совместно. И поэтому мы, конечно, наши планы несколько сдвинули, в отличие от других музеев, которые отмечают юбилей в этом году. Наши праздновательные, праздничные мероприятия, да, они будут все проходить ближе к концу года. Мы запланировали несколько международных выставок, привозим очень интересные экспозиции, пока сложно сказать, насколько масштабными они будут. Но, тем не менее, одну экспозицию мы привезем в старое здание, одну расположим на новой площадке, на партнерской площадке, для того, чтобы посетители Политехнического музея уже привыкали приходить на другие площадки и смотреть. Вы сейчас сразу скажите, какую вы имеете в виду партнерскую площадку? Мы планируем выставку совместно с посольством Франции. Эта выставка будет посвящена исследованию тела и отражению сквозь века, и отражению этих исследований в искусстве. Тело человека. Тело человека. Да, и отражение этих исследований в искусстве. То есть там будут, на самом деле, примеры очень интересные, как античного искусства, как средневекового, так и роботов, так и марионеток. То есть это будет такая очень интересная экспозиция, которая представит и научные исследования, и то, как культура видит этот вопрос. А, Борис Георгиевич, еще что бы Вы выделили? Что в ближайшие месяцы мы сможем увидеть? Ну, во-первых, уже работает сейчас очень интересная выставка, хотя и небольшая. Это редкая книга. Все знают, что нашли клад Нарышкиных. А мы нашли в нашей библиотеке, когда вскрывали стены, готовились к переезду, между фанерной стеночкой и капитальной, нашли целый книжный клад. Действительно, нашли книги, о которых никто не знал в учете. А что они туда были целенаправленно заморозаны? Вы знаете, легенды разные, или мифы, предположения, что, возможно, когда были трудности, а может быть, даже гонения на определенный вид литературы, например, церковный и так далее, борьба с религией, то, может быть, хранители музея действительно спрятали это, скажем так, некий набор книг от того, чтобы их сожгли или разгромили и так далее. Но там есть не только это. И вот сейчас работает выставка, называется «Редкая книга». Она небольшая, но там выставлены уникальные совершенно экземпляры и книг, и атласов. Например, там есть атлас Эйфелевой башни, атлас чертежей с личным автографом господина Эйфеля, подаренный нашему императору. То есть он в одном экземпляре, вот он стоит на выставке. Есть, конечно, книги, по-моему, конца 18-го века, 19-го века, и это сделано в небольшом, вся выставка сделана в небольшом зале, очень качественный дизайн. Мы делали это с Георгием Никитичем, который наш постоянный дизайнер в разных выставках. Планируем также очень интересную выставку «Реконструкция шума». Это довольно большая выставка будет про все те машины, в кавычках машины, или способы издания звуков, которые используются в театральных постановках в первой половине 20-го века. Начиная от «Грома», когда били молотком по железному листу, до «Гороха» и так далее. Но молотком били, наверное, еще и в 18-м веке. В 18-м, я говорю, собрали все, так сказать, идеи, это в содружестве с МХАТом, по-моему, да, делаем, и с некоторыми другими музеями. Вот такая интересная выставка, она как бы технологическая, но и забавно интересная. Ну, понятно, и видно, что вот такие интересные повороты возможны в том числе и потому, что музей очень богатое прошлое, да, интересная история. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который как раз посвящен истории Политехнического музея. «Тысячи руки, как бог языческий, твое величество, политехнический». Спустя почти век после открытия музея напишет Андрей Вознесенский. А все начиналось с политехнической выставки, которая прошла в 1872 году. На основе ее фондов появился Политехнический музей. Дорогие друзья, мы пришли в наш музей, значит, вы любите технику. Трудно поверить, этот первый в нашей стране робот-экскурсовод встречал посетителей Политеха в 60-х годах прошлого века. Сипулька, его нежное прозвище, музейщики тогда заимствовали из Соляриса. Здесь таких движущихся экспонатов огромное количество. Например, этот соловей с механическим сердцем, по слухам, подарок Матильде Шесинской от пылкого сердца императора Николая II. Самый загадочный фокусник – андроид. Его сделали в Париже в середине 19 века. Комбинацию шариков до сих пор никто не угадывал. С давних пор человек пытался создать себе механического помощника. Сначала это были действительно машины, которые были внешне похожи на человека. Пытались на них переложить функции человека, давали им руки, ноги, головы. Но сейчас стало ясно, что такие машины, в общем-то, не нужны человекоподобно. Нужны автоматы, которые надежно, уверенно исполняли бы какие-то свои функции. Но свой адрес политех приобрел не сразу. Сначала экспонаты ютились в небольшом особняке на Причистенке. Потом архитектор Ипполит Манегетти построил специальное здание. Позже к центральному корпусу добавили два крыла. В горном зале, где сейчас игрушечный поезд демонстрирует добычу угля, в 1914 году стояли госпитальные койки. Сотрудники музея достали из экспонатов рентгеновскую установку и помогали лечить раненых. А этот радиопередатчик Попова спас в Финском заливе 27 эстонских и финских рыбаков. Благодаря фонографу, который Льву Толстому подарил Эдисон, мы можем слышать голос писателя, размышляющего о смертной казни. В политехническом на полках словно оживают эпохи. Кажется, сейчас все воскликнут чудо, глядя на первый телевизор. Или с экранов уже более поздней радуги зазвучит популярная песня тех лет. Экспонат, который перед нами облетел Луну, сделан он из особого материала, который предельно близок по ряду характеристик к составу ткани человеческого тела. Это прессованное пшеничное зерно. Датчики, которые крепятся на теле этого манекена, позволяли ученым определить ту конкретную дозу радиации, которую получил он при пролете через радиационные пояса Земли и при облете Луны. В 1962 году в большой аудитории музея свои лекции читал сам отец кибернетики Норберт Винер. И по сей день идея интеллектуальных машин и технического прорыва захватывает человечество. А значит, Политехнический музей – это взгляд из прошлого с прицелом на будущее. Сюжет нам напомнил о том, что фактически все началось с выставки 1872 года. Кстати, ее посетила рекордная по тем временам, да и по нынешнему, сейчас это, наверное, много, количество народу, 750 тысяч человек. А сохранились ли какие-нибудь экспонаты с той выставки? Я думаю, что, я не знаю точно, думаю, что сохранилось кое-что. Это надо спрашивать у наших хранителей, у наших удивительных, иногда фантастически преданных людей, которые работают по 25-30 лет в этом музее. И, конечно, я в этом смысле человек новый, как директор и как музейщик. Поэтому я думаю, что потому, как наш корпус хранителей и куратор в коллекции относятся к экспонатам, я уверен, что все, что было тогда сохранено, не все, но самое ценное сохранено. А все, что мы видели, опять-таки, в этом сюжете, это экспонаты прошлых десятилетий, да? А скажите, как пополняются фонды музея сейчас и пополняются ли? Это хороший вопрос. Дело в том, что довольно долгое время, последние годы, последние десятилетия прошлого столетия, к сожалению, фонды музея пополнялись довольно медленно. Почему? Это было связано и с финансированием, и с довольно тяжелым положением в стране, общим. Поэтому, на самом деле, да, конечно, музей пытался получать что-нибудь в дар, или приобретать что-то, но такого серьезного пополнения фондов не происходило. Однако сейчас для нас это станет со следующего года, скажем, очень важной задачей, потому что после того, как была принята новая концепция музея, развитие музея, и в связи с тем, что мы теперь расширяем те тематические направления, которым будет посвящен будущий музей и сегодняшний музей, как он развивается, мы, конечно, будем стараться собирать новые коллекции, пополнять их, потому что, к сожалению, конечно, прекрасный сюжет, он рассказал о прошлом музее, но на самом деле он рассказал только о зарождении музея, ведь музей пережил несколько, так сказать, революций, да? У него менялась идеология, у него менялось направление, и, к сожалению, некоторые коллекции, которые были в самом начале музея, входили в его состав, они в 20-е, в 30-е годы, они были отделены от музея, розаны на другим музеям, например, у нас была коллекция по археологии. А стоит сказать, что на самом деле вот с этой идеей о создании музея, на самом деле о проведении выставки, ведь выступило такое вот научно-культурное сообщество, которое объединилось в императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. На самом деле политехнический музей очень долгие годы ни этнографией, ну уж тем более ни антропологией не занимался. Хотя сейчас мы понимаем, что тот музей, который мы будем создавать, или тот музей, который будет создаваться на основе прекрасного политехнического, он, конечно, будет рассказывать не столько и не только о технике, сколько о человеке, которому нужна эта техника, и который её создаёт, то есть о творце. Но всё-таки интересно продолжить тему уникальных экспонатов, мы их несколько таких видели, да? Какие ещё интересные реликвии в вашем музее хранятся? Я знаю, что несколько предметов, связанных с юбилеем Сталина, там есть. Конечно, но самое знаменитое, теперь для нас очень трудное в перевозке объект, это автоматизированная доменная печь. Вот даже есть фотографии на эту тему, когда... Покажите, пожалуйста. Вот фотография, да, где, значит, посетители рассматривают с удивлением... Эта печь была подарена музею к 70-летию вождя народа. Она функционирует сейчас? Она сейчас... Снимите фотографии, пожалуйста, чтобы мы могли её рассмотреть. Не совсем функционирует, значит, потому что, естественно, вся автоматика была на, так сказать, технологиях начала века, ну, середины 20-го века, это релея, пневматика и так далее, и поэтому она требует капитального ремонта и перевода на новую элементную базу. Но будете этим заниматься? Будем делать обязательно, потому что это уникальный именно экспонат уже сегодня, хотя это модель, но эта модель очень подробно описывает реальную домну, и вот это вот, да. Ну, конечно, наша звезда в автомобильном отделе. Да, у вас же есть автомобильная коллекция, они все об этом, кстати, знают. Конечно, нет. У нас есть довольно большая транспортная коллекция, она не только про автомобили, но и велосипеды, мотоциклы и автомобили. А как она начала формироваться? Здесь уже общество этнографии явно не включено. Нет, я думаю, что это уже современный, это 20-й век, конечно, хотя экспонаты до 20-го века, 19-го и дальше, приобретались из каких-то других источников коллекции. Так вот, у нас есть уникальный в стране и второй в мире всего лишь два, это «Руссобалт» автомобиль, первый русский, российский автомобиль рижского тогда вагоностроительного завода, поэтому название «Руссобалт». Который трамвай выпускает? Этого завода? Который выпускал «Рафики» в советское время, эти скорые помощи и так далее. Но тогда это было действительно, во-первых, это была часть Российской империи, и поэтому это был российский автомобиль. И он до сих пор, он уникален, он аутентичен. А проехаться можно, если заправиться? Он вывозился, и вывозится на выставки, но двигатель давно не заводился, хотя, в принципе, все там, значит, масло залито, все там можно сделать. Вот, и коллекция, конечно, советских автомобилей довольно большая, все, что было, значит, после войны сделано, эти вот большие легковые машины. Места для нее хватает? И вообще много ли в запасниках вы держите? Что хотелось бы показать, но... Ну, музей ведь действительно за эти годы наполнялся, 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 в том числе крупными экспонатами, и, конечно, нам не хватает места категорически. Мы арендуем одно из хранилищ в Люблино, так называемое, это, извините, бывшее бомбоубежище, где кое-что крупное хранится. Вот, и мы нуждаемся в обновлении. И, скорее всего, будем строить, практически это решено, но... Вернее, и так, идеологически это решено, но пока не решено практически, будем строить специальные хранилища, отдельные для нашего музея. А что с библиотекой? Ведь в ней 3,5 миллиона томов. Она после реконструкции останется в старом здании музея? Нет, она частично останется в старом здании музея. В музее, в историческом здании останется часть под названием «Редкий фонд». Это самые важные, интересные для нас предметы, которые являются, с одной стороны, естественно, книгами, с другой стороны, они важны как музейный предмет, они уникальны. Например, у нас есть прекрасные совершенно книги 17-го века, 18-го века. А, тематические? Вы знаете, довольно разные. Конечно, у нас есть арифметика Магнитского, но как же без неё? С другой стороны, у нас есть издание Иразма Роттердамского. У нас есть прекрасный Коперник, который, кстати, вы можете увидеть на выставке «Редкий фонд», который у нас проходит. Сейчас довольно разные книги, с одной стороны. С другой стороны, уже как раз в 20-м веке наша библиотека собирала не только специализированную техническую литературу, но и как раз смежные дисциплины архитектуру, инженерное дело и так далее, советское. Поэтому часть библиотеки будет размещена в историческом здании. Небольшой фонд будет размещен в том здании, которое мы планируем построить на территории МГУ, потому что это будет такой совместный наш проект. Сейчас мы уточняем концепцию этого здания, и там будет размещена литература, важная для использования. Относительно основного фонда библиотеки, отчасти он разместится в хранилище, потому что, конечно, он весь не используется. Но, конечно, мы ей гордимся, этой библиотекой, и сейчас мы решаем этот вопрос. У нас много этих вопросов, которые... Понятно, уникальные экспонаты, которых больше, чем можно показать. Уникальная библиотека. Но ведь и Политехнический музей знаменит тем, что он всегда был местом выступлений поэтов, еще с начала 20-го века, местом литературных чтений, лекций. С недавнего времени Политех – это еще и театральная площадка. Сейчас давайте посмотрим сюжет, который как раз об этой ипостасе музея рассказывает. Знаменитая большая аудитория Политеха. Сейчас здесь идет ремонт. Устанавливают цветовое и звуковое оборудование, необходимое для проведения поэтических, музыкальных и дематических спектаклей. За свою историю большая аудитория пережила немало культурных взрывов. В 1912-м здесь дискутировали художники-авангардисты. Читал стихи 19-летний Владимир Маяковский. Сергей Рахманинов играл концерт памяти Скрябина. В 60-х – новая волна. Сюда вернулись поэты. Полюбили эту площадку барды и актеры. Мы хотели бы не соединяться с каким-то конкретным временем. Мы хотели бы почувствовать себя, пусть даже не очень большим, пусть неприметным, но все-таки узелком на этой нити времени. Мы имеем корни. Истории большой аудитории Политехар посвятил отдельный спектакль «Память места». Рассказывать о событиях прошлого будет очевидец Вениамин Смехов. Когда-то вместе с Владимиром Высоцким они давали здесь поэтические представления. Я как актер-то вообще-то родился в спектакле «Антимиры» по поэзии «Вознесенцы». Этот ключик поэтический, но это мое заболевание. Поэтическую традицию в политехническом продолжат Олег Груз и Вера Полоскова. Спектаклем-открытием политеатра станут волны по рассказам Владимира Сорокина. А точную и беспощадную диагностику времени обещает дать вторая премьера по пьесе Игоря Симонова. Основного персонажа пьесы «Выбор героя» судят за интеллектуальный терроризм. Действия происходят в зале суда. А я играю его любимую девушку, перед которой тоже стоит непростой выбор. Перед всеми персонажами этой пьесы стоит выбор. И каждый из них что-то, каждый из них его делает. То, что будет происходить на сцене политеатра, как говорят организаторы, у кого-то вызовет недоумение и даже неприятие. Но бросить вызов – одна из задач современного искусства. Борис Георгиевич, кто придумал этот проект политеатра? Ну, его придумали совместно все-таки и музей, и практика, то есть Сидар Байков. И проект был спорный в том смысле, что никогда не было театра. Хотя что-то похожее, концерты и так далее, были всегда. И мы вынесли этот вопрос на решение нашего совета попечителей, который возглавляет первый вице-пример Шувалов. И попечители которых, там человек 15 ведущих, и государственных деятелей, и, скажем так, людей современных, денежных и так далее, потому что одна из функций попечительского совета – помогать музею в реализации новых проектов. Они единодушно продуставили, что такой проект должен быть. Вот в этом смысле спорный, что не все сотрудники музея сразу приняли его как проекты, которые необходимы для большой аудитории. Но мы вспомнили, напомнили, что большая аудитория всегда была, ну, извините, местом некоторой провокации, да? И то, что вот мы видели в сюжете, и то, что Маяковского все помнят, но это тогда был хулиган, и никто не знал, во что это выльется, да? Ну, если посмотреть афишу театра, да, то можно увидеть, что в каком-то смысле вот эта хулиганская, нестандартная традиция репертуарная, она продолжается. Вот проект «Человек-дог», кто его тоже придумал, и почему именно большая аудитория для него подошла? Это как раз решение во многом Баякова, конечно, Эдуарда. А, насколько я понимаю, идеология, концепция практики показывает только самые современные, самые спорные моменты живых, живущих авторов, а не классиков. Наталья, а в чем особенность, с Вашей точки зрения, сцены большой аудитории? Ну, на самом деле, когда мы обсуждали этот проект с практикой, стало понятно, что, конечно, сцена не позволяет делать спектакль-спектакль серьезный, с большим количеством декораций, с какими-то там возможностями серьезными по свету, но с одной стороны, с другой стороны, в этой сцены есть определенное обаяние, потому что она очень приближена к зрительному залу. И, естественно, там создается определенный совершенно антураж. То есть для современных спектаклей, для современных проблем, которые поднимают эти спектакли, или эти вечера поэтические, или какие-то другие акции, перформансы, там создается другая атмосфера, там создается ощущение поддержки этой новой идеи, поддержки со стороны традиции. А традиция, как правильно сказал Борис Георгиевич, провокации для музея очень важна. Потому что, к сожалению, мы немножко забываем о том, что музей все-таки это живая институция. Мы как-то привыкаем к тому, что это хранилище чего-то очень серьезного. Что там должно быть много пыли, серьезных посетителей в очках. Да, да, да. Серьезных людей, серьезных посетителей в очках. И такой назидательный такой тон. Мы очень хотим уйти от этого тона и очень хотим, чтобы политех провоцировал на новые идеи. Теперь давайте поговорим о будущем музее. Так или иначе, вопрос реконструкции, вопрос строительства новых площадок, новых зданий он стоит. Почему возникла вообще такая необходимость именно политехнический музей реконструировать? Только нехватка площадей была тому причине? Нет, толчок все-таки был, ну, физически толчок был поручением тогда президента Медведева. Это его ответ или реакция на письмо Анатолия Борисовича Чубайса и министра Авдеева о том, что на этой площадке нужно, на площадке политехнического музея заслуженного, мощного сделать что-то современное, понятное публике 21 века. Потому что все-таки музей наш великолепный, но он в основном индустриальной эпохи. И вот технологии и даже экспонаты 21 века, их очень мало, почти отсутствует. И нет новых музейных технологий. Ну, уже мы знаем интерактив, мультимедиа и так далее. Иногда это уже ругательно, но в определенной дозе это абсолютно необходимо, особенно для детской аудитории. И, конечно, и новые экспонаты, и новые музейные технологии абсолютно необходимы. И вот, имея в виду, что здание уже 140 лет, плюс необходимо сделать новые экспозиции с новыми идеями, привело к тому, что Мигель поручил на базе политеха сделать новый современный музей науки, он был назван, отвечающий требованиям посетителей 21 века. А какие посетители придут к вам после реконструкции? На кого вы рассчитываете? Я слышала, что есть такая идея, как бы разделить аудиторию политеха на два потока. Ну, строго говоря, более подготовленных, тех, кто имеет дело с наукой непосредственно, и, так сказать, интересующихся. Это так? Есть такая затея. Отчасти, да. Да, да, есть такая затея. Но наша первая задача – это, наконец, привлечь посетителей в музей, потому что сейчас, к сожалению, к нам приходит не так много посетителей, как мы бы хотели. Сейчас у нас там львиная доля наших посетителей – это школьные группы. Мы бы очень хотели работать с индивидуальными посетителями, с семьями. К сожалению, политехнический музей, несмотря на то, что он находится недалеко от Кривля, вообще не работает с туристами. То есть это удивительная ситуация. В центре Москвы мы действительно как-то для туристов не делаем специальных программ. А подобные музеи в мире, конечно, существуют, скажем, в Лондоне есть несколько подобных, да, очень интерактивных и таких направленных в сторону познавательности, да, научной. Там много туристов? Да, да, есть старейшие прекрасные музеи с чудесными коллекциями, но вот находящиеся тоже вот на стадии модернизации или изменений, или вообще идущие как-то современным путем в Лондоне, в Мюнхене, в Парине, в Берлине, конечно. Да, в Берлине. То есть их очень много, это прекрасный музей. На самом деле, вот если сказать честно, что, конечно, мне, как искусствоведу по образованию, сказать, немножечко так, боязно, но если признаться себе, то далеко не всем, не то что туристам, далеко не всем людям, живущим в городе или приезжающим в город, интересно культура или искусство, представленное в виде скульптуры, картины, архитектуры. Но если вот признаться честно, ведь многие идут получать образование в техническую сферу, в научную сферу. Есть юристы, есть экономисты. Не все они по правде восхищаются картинами. Ну, есть такая привычка идти в культурный музей. При этом сейчас в Европе, в мире, в Японии, в той же самой, есть прекрасные музеи научные, технические, есть прекрасные места, куда вы можете прийти и действительно получить удовольствие от каких-то, какой-то информации, от каких-то знаний, от того, что вы увидели какие-то новые изобретения, или наоборот старые изобретения, узнали о них что-то. Это очень привлекательно. Программа «Марсоход-12», расскажите о ней немножечко. Программа? Это чудесная программа. Ну, Наташа, расскажите, пожалуйста, да-да-да, потому что... Это чудесная программа, да. Это для детей. Это, да, это наш эксперимент, потому что в Политехнический музей я очень давно собирался попробовать себя на поле детских таких лагерных программ, программ, когда на целую неделю или на две недели летом ребенок, когда не имеет возможности уехать за город или за рубеж отдыхать, он имеет возможность в городе получить с одной стороны какой-то интеллектуальный отдых или интеллектуальное развитие, а с другой стороны как-то погрузиться в совершенно другую среду. И вот такой вот пример или такой эксперимент создания детского лагеря на базе Политехнического музея мы сейчас проводим. Программа «Марсоход» рассчитана в основном на детей 12-14 лет. То есть это такие уже подростки, люди, которые готовят себя к какой-то... не готовят себя к какой-то жизни, а живут уже полноценные, активные, интеллектуальные или вообще интересуются чьи все люди. С одной стороны. С другой стороны, это люди, которым нужно все время новое. И поэтому на самом деле у нас получилась очень насыщенная программа. Действительно, в течение пяти дней совместно с нашим Центром автомобильного дизайна дети будут строить марсоход. А с другой стороны... Из картона. Из картона, дерева, подсобных, подручных материалов, действительно. Главное не давать детям спички. Спички детям, да, как известно, не игрушка. Но по поводу спичек. У нас внутри этой программы есть занятия в химической лаборатории, в физической лаборатории. С профессиональными дизайнерами. Они будут смотреть кино, они будут играть в игры. У них будет квест по нашей экспозиции прекрасной. То есть на самом деле это огромный... Квест, который в викторину вы имеете. Нет, это бродилка, как компьютерная игра, бродилка. То есть она построена на поиске экспонатов, ответе на вопросы внутри экспозиции. И это очень увлекательная история. Но у вас, наверное, очередь уже, я так думаю, на марсоход. Мы очень поздно объявились, но у нас сейчас очередь. Прекрасно. У нас уже между тем есть звонок зрителя. Доброе утро в эфире, пожалуйста, представьтесь. Доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня вопрос к вашим гостям. Я не так давно была на выставке, замечательная была выставка, Леонардо да Винчи привозили в Москву. Она была потрясающей тем, что там все можно было трогать, крутить, шевелить. И это было настолько интересно. И для детей, и для взрослых там можно было идти практически всей семьей. Скажите, пожалуйста, вот будут ли какие-то такие интерактивные программы в будущем? И вообще, насколько, каким-то выставки, может быть, вы можете просто проанонсировать, что интересного можно будет с ребенком посмотреть в вашем музее в ближайшее время или в отдаленном будущем? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но частично вы уже рассказали об этом как раз, да. Да, Марсоход 12, да. Нет, Марсоход – это маленькая программа. А в принципе, новый музей как раз на это рассчитан, что хотя бы часть экспонатов и часть залов была вот такой, интерактивно-познавательной. Ну а если говорить о выставке, например, которой будет реконструкция шума, то шум точно интерактив. То есть вы можете там молотком побить и посыпать зерно и так далее, то есть устроить тот самый шум, который... И бабушка-смотритель не подбежит, да? Нет, нет, нет. Это принципиально. Но это задача, конечно, будущего музея. Вопрос не детский, вопрос финансирования. Известно, что ни один крупный музей мира, тем более такой, который требует больших технологических, да, технических затрат, не является полностью самоокупаемым. Везде либо серьезная господдержка, либо деньги спонсоров. Вот как у вас происходят эти процессы? Ну, у нас как раз, начиная с 2010 года, когда вот появилось это постановление о реставрации музея, был образован совет попечителей, о котором я сказал. Туда вошли примерно 10-12 человек, богатых человек, владельцев известных российских брендов, да, от металлоинвеста до IT-компьютерных фирм и так далее. И мы образовали, то есть развили фонд поддержки Пилитетинского музея, который сначала финансировался только из средств бюджета, то есть Роснано. Сейчас он финансируется из средств попечителей. Это дополнительные деньги на дополнительные проекты, в частности, вот, Театр Практика, то есть Политеатр во многом оттуда профинансирован. Ряд выставочных проектов оттуда финансируется. Ну и в том числе, по-моему, Марсоход, да? Ну, отчасти, да. Отчасти, да, отчасти, да. То есть вот это такая спонсорская помощь. Ну и, кроме того, у нас обычные для музеев, для российских, три источника дополнительных денег. Кроме субсидий от государства, это, конечно, билеты. Называется коммерческая часть. А интересно, а какой процент покрывает средства от продажи билетов? Ну, примерно. От... От вашего бюджета. Ну, вот я вам скажу, что, ну, наверное, процентов 30-40, я думаю. Ну, это, наверное, неплохой показатель. Может быть, меньше. Относительно какого бюджета. Относительно какого бюджета, правильно. Потому что есть... А совокупанного? Сколько денег вам нужно на все и про все? Нет, я вам скажу. Вот бюджет музея получаем, не бюджет, а деньги получаем от государства, это порядка 200 миллионов рублей в год. А дополнительных денег, конечно, это, там, билеты, ну, скажем, 25, максимум миллионов, может быть, 30. Аренда, которую нам позволяет сдавать в аренду помещения некоторые, тоже такого же масштаба, около 20 миллионов. Лекторий, который иногда работает на коммерческой основе, значит, то есть мы зарабатываем, продавая билеты или иным способом, тоже такого же порядка. То есть вот мы дополняем наши доходы таким образом. И, конечно, на крупные проекты мы всегда благодарны, пользуемся помощью фонда. Вы заговорили о лектории, это отдельная, так сказать, песня в Политехническом музее. Мы как раз дозвонили до главного редактора журнала «Химия и жизнь», члена экспертного совета Политехнического музея Любови Стрельниковой. Любовь Николаевна, доброе утро. Доброе утро, Любовь Николаевна, вы нас слышите? Смотрите, похоже, проблемы со следом, попробуем звонить чуть-чуть попозже. Я бы хотела услышать о том, что сейчас происходит в лектории, что там интересно вообще намечается, какие новшества хотите ввести. Ну, один проект, вы уже знаете, это Политехнический музей. Да, один проект – Политехнический музей. Ну, кстати, Политехнический музей – это только конец недели, это только векенд. Ну, театр – это театр, а наука? Да, да, конечно. В прошлом году мы запустили детские лектории. На самом деле, это тоже такой эксперимент, мы не сразу были уверены в его успехе, потому что, конечно, все работают с детьми в виде практических занятий или серьезных научных лекций, но это наша работа, работа нашего музея по физике, химии, оптике и так далее, она действительно такая, уже вставшая на рельсы и развивающаяся давно. А мы решили провести эксперимент и сделать программу лекций для детей по смежным дисциплинам, по антропологии, по градостроительству, по социологии. Причем самое интересное, что эти лекции… Ну, доступные, конечно. Конечно, это доступные лекции, более того, они рассчитаны на довольно ранний возраст, они как раз приглашают детей там и 8, и 9 лет. Замечательно для нас то, что сотрудничают с этим проектом нашим очень молодые ученые, и им интересно рассказывать детям о том, собственно, как выглядит мир с точки зрения их дисциплины, их науки. А когда лекции, например, о животных, то привозят из нашего зоопарка животных для детей, для этих лекций, так что вот такие, такой интерактив живой. Мы еще раз попытались установить связь, попробуем. У нас на связи, я надеюсь, главный редактор журнала «Химия и жизнь», член экспертного совета политехнического музея Любовь Стрельникова. Любовь Николаевна, доброе утро. Алло. Доброе утро, вы нас слышите? Да, слышу, не очень хорошо, но слышу. Вы организатор интерактивного шоу «Следствие ведут химики», который проходит как раз в лектории политеха. Скажите, пожалуйста, почему у вас такой жанр шоу именно, и кто приходит на ваше шоу? Какая аудитория? Ну, жанр шоу, он совершенно понятен и оправдан, потому что он предназначен для детей. Это дети, детей, 12, 13 лет. И, наверное, читать лекции им, в общем-то, бессмысленно. Наверное, их надо привлекать к какой-то деятельности. Вообще, самый лучший способ создать интерес к предмету, к чему бы то ни было, это в оболеющей некую деятельность. Эта деятельность дет может сделать что-то руками, а можно и шевелить мозгами. Вот, собственно, шоу для этого и предназначено. То есть я предлагаю моим слушателям, детишкам, принять участие в расследовании нескольких громких, громких, очень интересных, важных дел, исторических, политических, криминальных. И мы проводим вместе расследование, выясняем, в чем же дело, отвечаем на вопрос с точки зрения науки, химики, физики, биологии, и заодно они знакомятся с предметом. Понятно. А скажите, чего, может быть, каких тем, каких жанров, опять же, не хватает в лектории политеха? Что интересует посетителей? Какие-то, может быть, есть пожелания? Как ваш опыт показывает? Пожелания кому? А работника музея что-то ввести новое? По званию работника музея, будущего музея, вот музея будущего, да? Например, да. Я вас очень плохо слышу, как мы синились переспрашиваю. Угу. Нет, ну сейчас музей находится в стадии такой модернизации, причем активной. Вот он закроется на реконструкцию в следующем году, а модернизация-то уже началась, идет на полном ходом, и просто на глазах я вижу, как обновляется вот эта музейная ткань, как музей наполняет новыми смыслами, новым содержанием, новой активностью, как появляются разные идеи, которые тут же реализуются, оживают вектории, приходят новые люди. Пожелание единственное. Музей, он ведь, это место для людей, причем самых разных, людей разных профессий, разного возраста, разных интересов. И это место должно быть интересно всем. Задача невероятно сложная. Поэтому музей должен уметь предлагать что-то интересное для всех. И здесь вот любые идеи, самые фантастические, невероятно изобретательные, творческие, они будут хороши. Это касается и экспозиции, и экскурсий, и работы в студиях, и каких-то вот дополнительных каких-то занятий, мастер-классов, и лекторий, и всего-всего-всего. Большое спасибо. Напомню, что у нас на связи была главная редактор журнала «Химия и жизнь», член экспертного совета политехнического музея «Любовь Стрельникова». Ну, так или иначе, грядет реконструкция. Я так понимаю, что будет реконструировано старое здание, и построена новая площадка на территории МГУ. И известно, что в конкурсе на эти два проекта победили зарубежные компании. На первое, потому что про второе еще никто не участвовал. Да-да-да, действительно прошел конкурс сначала на концепцию, собственно, на концепцию музея, на идеологию музея, на то, с чем он будет состоять, как он будет работать. И в этом конкурсе, это был международный конкурс, которым, в общем, мы очень гордимся, его было непросто провести, и в нем участвовали крупнейшие компании, как российские, музеологические, так и зарубежные, это было очень интересно и важно для нас. В нем победила британская команда Event Communications. они разработали довольно серьезный, вот такой 700-страничный документ, который рассказывает о том, что такое политехнический музей в будущем. Он создавался, этот документ, совместно с сотрудниками музея. На основе этого документа было создано техническое задание на архитектурный конкурс, на архитектурную концепцию реконструкции, приспособления, исторического здания, нашего прекрасного, к новым задачам. И в этом конкурсе, да, участвовали разные команды, он тоже был международный. К сожалению, в России очень немного архитектурных бюро и зарекомендовавших себя именно с точки зрения работы с большими музейными зданиями. К сожалению, у нас этой практики мало, поэтому, конечно, конкурс был очень международный. Но мы еще продолжим обсуждать эту тему, а сейчас я предлагаю напомнить нашим зрителям вот историю вопроса с реконструкцией политеха. В политехническом музее каждый смотритель знает, дальше так жить нельзя. Мария Ивановна Винокурова на себе испытала все прелести аварийного состояния. Люстра вот эта, один раз упала, и вот здесь вот провалился. Только человек прошел, и бум, вот такая яма. Одно из самых красивых зданий в центре Москвы считается особо ценным объектом культурного наследия. Но сейчас крупнейший технический музей страны один из самых малопосещаемых. Работает за счет школьных экскурсий. Туристов здесь почти не бывает. Это при том, что экспонаты действительно уникальные. Первый русский паровоз. Первый в мире электромагнитный телеграф. Всего около 200 тысяч редких музейных предметов. Интерес посетителей пропадает, как только они оказываются внутри. И осыпающиеся потолки с проваливающимся паркетом не единственная причина. Покраска стены потолков, по мнению музейщиков, не спасет. Нужно кардинально менять облик здания. О том, как можно осовременить политех, высказывались британцы, японцы, голландцы и архитекторы из Санкт-Петербурга. Они боролись за право провести здесь реконструкцию. Когда музей показали голландцам, те были поражены масштабом предполагаемой работы. Что здесь не так, заметили сразу. Сейчас современные музеи мира стараются рассказать историю. Экспонаты должны стать чем-то вроде актеров в пьесе о прошлом. Выиграл конкурс на архитектурную концепцию музея японский архитектор Джунио Ишигами, лауреат Золотого льва венецианской биеннале. Он предложил окружить здание музея садом, открыть подземный уровень, а внутренние дворы затянуть прозрачной пленкой. Я бы хотел сделать здание более открытым. В нем очень мало пространства. Сейчас в одни комнаты слишком сложно попасть, а в других практически невозможно находиться. Проект сразу подвергся критике экспертов. Некоторые из них уверены, что в наших климатических условиях задумку реализовать невозможно. Японский архитектор больше романтик, чем практик, говорят они. Ведь Ишигами пока так и не успел построить ни одного музея. А принцип «нарисуем, будем жить» хорош только в детских стихах. Наталья, вы непосредственно входили в комиссию, да, которая оценивала представленные? Нет, не входили. Нет, нет, нет. Я занималась подготовкой конкурса, это правда, потому что конкурс готовил фонд развития политехнического музея. Действительно, принимала... В комиссии входила, вернее, комиссии, была образована специальная жюри из экспертов, которая предварительно отобрала четверку. Да, четырех финалистов. Шорт-лист четырех финалистов, а окончательное решение принимал совет попечителей, вот тот самый, о котором я говорил, во главе с Игорем Ивановичем Шуваловым. Эти 15 человек из четырех выбрали сначала двоих, и поскольку они получили примерно равное количество очков или голосов, то отложили еще на две недели, попросили, задали некоторые вопросы, и тогда уже прошло еще одно голосование, и выигрыш был у Ишигами 9-6. Вот такой счет. Значит, через пять лет столько будет длиться реконструкция, да? Ну, в 2013 году мы отдаем здание на реставрацию, в конце 2017 здание должно быть отреставрировано, и еще год на формирование экспозиции. Но мы очень надеемся, что мы сможем открыть какие-то программы в лектории или в какие-то интерактивные части раньше. Значит, через пять лет будет примерно вот такая картинка, которую мы видели симпатичная. Картинка всегда выглядит интересной. А что касается реконструкции внутреннего пространства, что там предполагается кардинально изменить? И как это будет самое главное сочетаться с историческим характером здания? Ведь это же важный вопрос. Ишигами как раз очень бережно подходит к самому зданию. Вот когда его обвиняют, роют подвалы, обнажают и так далее, как раз здание, он внешне почти не трогает. Внутри обязательно нужна серьезная реконструкция, потому что здание абсолютно не приспособлено к публике. У нас нет ни одного лифта пассажирского. У нас около сотни лестниц разного уровня. Человеку, чтобы добраться доверху, нужно преодолеть. У нас ничего не приспособлено для людей с ограниченными возможностями и так далее. Поэтому зданию, в принципе, собираются вернуть структуру галереи. То есть, когда можно пройти с юга на север полностью по одному этажу. Так оно было задумано. А сейчас это перегорожено многочисленными клетушками, которые и в советское время, и раньше вносили изменения в первоначальный замысел. Поэтому здание будет внутри, конечно, существенно обновлено. То есть, остров весь сохраняется, все несущие конструкции. Да, мы будем использовать, надеемся, два двора. У нас два внутренних двора, которые шагами собираются перекрыть. Ну, есть компания, которая, Аруп, которая будет содействовать этому. Перекрыть специальной уникальной пленкой, которая тоже вызывала много споров, как же прорвется. Но фирма, которая это делает, уже несколько десятков проектов такого типа по миру реализовала. Ничего не случилось. Все нормально. А сейчас у нас на связи заслуженный работник культуры России и член Международной ассоциации искусствоведов Сергей Заграевский. Доброе утро, Сергей Вольфгангоревич. Доброе утро. Почти выговорила, да. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете результаты конкурса на реконструкцию политеха? Я могу сказать так. В принципе, все представленные проекты учитывали одну, пожалуй, главную вещь. Что техника в современном понимании, это немножечко не та техника, которая была в понимании того времени, когда политех создавался. И, конечно, нужна глобальная серьезная реконструкция. Вопрос в другом. Насколько эта реконструкция может соответствовать закону об охране памятников? Потому что, кроме всего прочего, это еще и памятник архитектуры. И здесь, конечно, и конкурсанты, и вообще вся культурная общественность находятся в определенных тисках. С одной стороны, конечно, нужно обновление. Посмотрим, да, музей техники во всем мире. Это совсем другой уровень экспозиции. И это другой уровень интерьеров. Там все иначе. Потому что, конечно, технику показывать в интерьерах конца 19-го и первой половины 20-го века, это несколько, ну, скажем так, по сегодняшним меркам не соответствует. Другое дело, как сохранить то, что есть. Большую аудиторию, которая нам всем дорога, всему нашему поколению, как место, где выступали Акуджавовы, Десенский, Рождественский, где, ну, политехнические, это тот самый великий политехнический. И здесь, я считаю, конечно, все конкурсанты пытались это в той или иной степени учить. На уровне конкурса, на уровне проектов это все смотрелось достаточно неплохо. Меня волнует другое, как это будет все реализовано на практике. Большое спасибо. Да. Понятно ваши мысли. Напомню, что у нас на связи был заслуженный работник культуры России и член Нужнонародной ассоциации искусствовидов Сергей Заграевский. Ну, мы затронули вопрос реконструкции, понятно, что он всех волнует. Вот интересно, как на эту проблему смотрит интернет-сообщество. Предлагаю сейчас обратиться к нашему интернет-обозревателю Алексею Черепанову. Алексей, доброе утро. Итак, что говорят пользователи сети о политехническом и что бы они хотели увидеть в обновленном политехе? Доброе утро. Ну, ладно, любая реставрация, тем более реконструкция исторических зданий в Москве, вызывает множество вопросов. Это было и в сентябре 2011-го, когда объявили конкурс на проект реконструкции политехнического музея. Это происходит и сейчас. Вот что писали пользователи сети в сентябре. Ужас! Все проекты полное нехорошо. В центре и так ничего девственного не осталось, негодовал Порепко Дмитрий. Пользователь Маус взывал какому-то разуму. Пощадите политехнический музей, писал он. Просто отремонтируйте его, оставьте его аутентичный облик. Вот и видно, что вы давно не бывали в политехническом музее. Отстаивал новую жизнь музея Сергей на сайте newvernissage.ru. Конечно, там необходима реконструкция. И почему сразу такой пессимизм? Может быть, на этот раз все будет на высшем уровне? Такие примеры тоже бывали. Но и сейчас, когда проект утвержден, недовольных тоже много. В социальной сети ВКонтакте провели голосование. Как вы относитесь к закрытию политеха? В голосовании участвовало совсем немного пользователей, но, тем не менее, 14% относятся к этому положительно, ведь музей станет популярнее. 14% все равно. И 71% относятся к реконструкции негативно. Полагают, что это разрушает культуру России. Кстати, ВКонтакте даже сообщество открылось. Сохраним политехнический музей. Конечно, пользователям сети очень интересно, каким будет новый сайт. Говорят, что виртуальный портал станет своего рода заменой реального музея. Интересно, какие экспонаты достанут из запасников и расположат в залах нового музея. Однако, больше всего пользователи сети волнуют, сохранится ли та атмосфера политеха, которая складывалась еще в конце 19 века. Например, логотип музея уже вроде бы как поменяли. Если раньше это было изображение здания музея, то теперь это вот такой знак Пи. Пользователи сети назвали логотип уже крышкой от пивной бутылки. У противников реконструкции политеха есть несколько основных претензий. Во-первых, здание музея перестанет быть уникальным памятником архитектуры, предполагают они. Вот, например, заголовок на официальном сайте. Исторический фасад политехнического музея будет сохранен. Получается, только фасад. Во-вторых, это будет уже не политехнический музей, предполагают противники реконструкции, как храм науки, а какой-то развлекательный комплекс со всякими интерактивностями. Ну и, в-третьих, перевозка экспонатов. По плану, все 210 тысяч объектов нужно перевести всего за полгода. Этого времени совершенно недостаточно. По заключению зарубежных экспертов, минимальный срок для грамотного перемещения коллекции, сравнимой по объему и ценности с политехнической, составляет два года, пишет издание «Аргументы недели». Кстати, в статье «Прикультуренное место» пишут об удивительном документе, который приняло руководство политеха. Регламент публичного раскрытия информации о политехническом музее на период модернизации до 2018 года. Согласно нему, сотрудникам запрещается распространять сведения, которые порочат деловую репутацию музея. А в печне этих сведений информация о реконструкции музея и реализации концепции развития. Получается, что реконструкция порочит деловую репутацию музея. Такой документ действительно есть? Или журналисты что-то напутали? Ладно. Спасибо, Алексей. Борис Георгиевич, Ваше слово. Документа такого нет. Многое из того, что появляется и в сети, и в газетах упомянутых, абсолютно не соответствует действительности. Очень много мифов. Вы показали состояние здания. На самом деле, когда говорят, сохраните святыню, вот если еще пару лет ничего не делать, он просто развалится, наше здание, наша святыня. Поэтому мы как раз собираемся спасти это все. Если говорить о изменении здания, то как раз не только фасад. Может, это ошибка того, кто написал. Это, конечно, здание, как предмет охраны, сохранится. Но есть специальный перечень объектов, которые, собственно, являются предметом охраны. Это совсем не обязательно любая лестница, любая аудитория. Большая аудитория, безусловно, входит в предмет охраны. И мы имеем список. И все работы, которые сейчас ведутся, они ведутся в контакте с московским правительством, с московским наследием. Я уверяю вас, ничего такого, что нарушает законы Москвы или федеральный закон по охране памятников, мы не допустим. Что касается сайта и логотипа. Наталья, можете здесь что-то прокомментировать? Это была странная история по поводу того, что логотипом музея было его здание. На самом деле... Не было. Да. Наверное, когда-то, какое-то время, здание музея действительно являлось знаком. Но вот тот логотип, который предшествовал реконструкции, он состоял из очень большого количества элементов. Там была и шестеренка, которая легла в основу нового логотипа. Там был знак Пи, там был знак Мю, там был знак квадратного корня, книга и год создания музея. То есть это был такой многосоставный герб. Мы решили, что поскольку мы не хотим, чтобы целиком уходить от этого логотипа, мы возьмем два элемента, которые наиболее, как бы, смысломесущие. Да, наиболее легко говорят о политехническом музее. Пи как политехнический музей, шестеренка, потому что мы хотим двигаться. Мы хотим двигаться вперед, мы хотим развиваться, мы хотим, чтобы мы находились в контакте с обществом. Поэтому для нас это движение выражается. А цвет голубой какую-то символику несет? Голубой знак мудрости. Теперь про сайт. Про сайт. Мы действительно, у нас небольшой, довольно пожилой сайт сегодня, и подверяется он критике. Задуманно и уже проектируется совершенно современный, огромный сайт, портал скорее, где будет все, не только ходилки-бродилки по комнатам, но и форумы, и лекции, и новости науки, лекции для детей, уникальные экспонаты. Ну, вообще все, что сегодня характеризует современный сайт-музей. Поэтому мы называем его условно-виртуальный музей, но это не значит, что там только будет путь или бродилка по комнатам. Ну что ж, не знаю, как членам ассоциации по охране политех, а мне все это очень нравится, и после реконструкции обязательно приведу туда своего ребенка. За 140 лет своего существования политехнический музей пережил трех императоров, пятерых высших руководителей партии, «Гражданскую войну» и «Две войны мировые». Впереди у него не менее славная история, свидетелями которой мы с вами сегодня являемся. Пожелаем политехническому музею и его руководителям в реализации всех планов, ну, то есть множество новых интересных проектов. В гостях программы «Наблюдатель» были директор политехнического музея Борис Салтыков. Борис Георгиевич, большое спасибо. Большое спасибо. Также в нашей студии была советник генерального директора политеха, член Международной ассоциации искусствоведов Наталья Сергеевская. Спасибо. Игоревна, большое спасибо. Меня зовут Лада Аристархова. Желаю всем хорошего дня.